Глава секретариата Съезда народных депутатов Ольга Курносова присоединяется к нашему эфиру. Ольга, здравствуйте. Здравствуйте. Но только что в сюжете вы прокомментировали о том, как объявленных иноагентами лишают возможности заработка в Российской Федерации. А как Российская Федерация дотягивается и портит жизнь иноагентам, которым удалось и повезло выехать из РФ? Ну, тут многое зависит от того, что у людей осталось в Российской Федерации. Это могут быть имущества, это могут быть какие-то счета. Я уж не говорю про то, что, ну, например, писатели пишут книги. Эти книги в свое время издавались в Российской Федерации. Есть авторские права, есть музыканты, которые пишут песни, и до сих пор эти песни исполняются. То есть есть авторские права, и, собственно, по этим авторским правам нужно платить деньги. Но это не для путинской России. Путинская Россия плюет на вообще любые законы, плюет на то, что у кого-то есть какие-то права. Но уж тех, кого они объявили иностранными агентами, нужно лишить всего. Ну, абсолютно всего, до чего они могут дотянуться. Ну, и это, в первую очередь, конечно, какие-то гонорары и авторские отчисления. Хорошо. Но иноагенты, находящиеся вне пределов Российской Федерации, продолжают портить жизнь Путину и его окружению. Илья Яшин анонсировал проведение антивоенной демонстрации в Берлине. Какая цель? Насколько массовая она будет? И будет ли это распространяться на столицы или города других государств? Что вы готовите вообще? Ну, насколько я знаю, в разных городах действительно проходят разные акции такого в поддержку завтрашнего мероприятия, о котором объявили Юлия Навальная, Илья Яшин и Владимир Карамурза. Главная цель – это показать, что существуют россияне, которые против Путина, которые против агрессивной войны и которые выступают за освобождение всех политических заключенных. И основная демонстрация пройдет в Берлине, но еще в ряде городов пройдут акции в поддержку. Ну, вот какие требования мне будут, это мы увидим на плакатах, главное я уже сказала. Но, как в последнее время часто бывает, и по поводу этой акции тоже мнения разделились. Не всем она нравится, не все хотят на нее пойти, не всем нравится, как ее готовят. Ну, собственно, ничего нового, все как обычно. Тут важно, какие лозунги будут звучать, да. Например, Евгения Чирикова говорила о том, что если акция проходит в Берлине, основная акция проходит именно в Берлине, хотелось бы услышать там лозунги о предоставлении максимальной военной помощи Украине, о передаче дальнобойных ракет, о снятии ограничений по ударам по военным объектам. Да, вот в Германии самое место было бы сказать об этом. Я знаю, что некоторые коллеги готовят там мини-акции внутри, большие акции. Посмотрим, что будет происходить. Мы недавно встречались в Варшаве 7-8 ноября на съезде, и мне коллеги, которые собираются участвовать, сказали следить внимательно. У нас там будет зажигательная акция внутри этого марша. Поэтому я думаю, что будет на что посмотреть. Ну, хотелось бы, конечно, чтобы там были не беззубые плакаты из разряда «Путин выведи войска из Украины», а «Шольц дай Таурусы Украине». Но после того, как одна из организаторов этой акции в интервью говорила о том, что, в общем-то, Западу необходимо прекращать вооружать Украину, есть некоторые сомнения в том, что, в общем-то, настолько радикальными будут заявления, прозвучавшие на этих акциях. Более того, не хотелось бы на них, наверное, услышать о том, что только Путин единолично ведет эту кровопролитную войну против украинского народа, размывая тем самым ответственность народа-соседа нашего. Ну, безусловно. Если бы это был исключительно Путин, то, наверное, уже давно были бы какие-то солдатские бунты, и война бы прекратилась. Остановились бы заводы ВПК. Абсолютно, абсолютно. Но пока все это идет. Да, конечно, мы знаем, что антивоенно настроенных на россиян много, и сидит-то в тюрьмах очень много. Но, тем не менее, пока, да, нельзя сказать, что Путину хватает пушечного мяса, приходится Северной Кореи привлекать. Но вот тех массовых протестов, которые были, например, перед революцией 17-го года в прошлом веке, мы, конечно же, не видим. Поэтому, если говорить о том, что виноват только Путин, ну, надо сделать что-то, чтобы доказать то, что виноват только Путин. Ну, и в чем опасность подобного рода разговоров? В том, что это все, наверное, ложится в основу дальнейших разговоров о том, что не должна будет Российская Федерация ни репараций, ни покаяться. Ну, и тогда это будет минус самой Российской Федерации после ее разгрома. Потому что как тогда проводить дефашизацию России, как это было на примере Германии, правильно? Абсолютно. Абсолютно. Если мы хотим действительно изменения страны, не надо бояться поражения. Очень многие говорят, мы хотим поражения Путину, но не хотим поражения России. Нет, коллеги, надо хотеть поражения России. Потому что поражение России – это и будет тот кризис, который позволит стране возродиться. Если этого поражения не будет, если, опять же, будет заметено под ковер, то вот эта имперская бацилла, она будет продолжать жить в организме. И рано или поздно она просто разрушит страну до основания. Единственный шанс сегодня у России – это потерпеть сокрушительное поражение и разобраться вот с этим имперским синдромом внутри себя, его победить. Вот тогда появится шанс. Как, собственно, мы видим, Германия проиграла Вторую мировую войну. И сейчас это одна из сильнейших стран Европы. Япония проиграла Вторую мировую войну. Но надо посмотреть, какие технологии у Японии. Поэтому не надо бояться поражения. Поражения – это новые шансы. Золотые слова. И очень хочется надеяться, что их услышат и другие ответвления российской оппозиции, которые мы последнее время, к сожалению, наблюдаем. Если не раскол, то расхождение такое существенное во взглядах по ряду вопросов. Спасибо вам огромное за то, что нашли время для этого разговора. Ольга Курносова, российский оппозиционный деятель, присоединялась к нашему эфиру. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Freedom. Freedom – только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь. Ссылка в описании. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова